Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». На минус первом этаже манежа громят скульптуры, движение «Божья воля», считают, что выставка богоборческая, потому что это невероятно. Советские художники, скульпторы 60-х, 70-х годов. Вообще, вот как это можно понять? Так можно понять, что они считают, что у них «Божья воля», то есть они её присвоили. У нас же теперь, собственно говоря, нет государства, а есть разные интерпретаторы «Божьей воли». И важно, чтобы ты находился в коридоре, в котором можно соревноваться. Если ты соревнуешься где-то там с Навальным, допустим, в той части, то ты «Божьей воли» на то нет. А «Божья воля» есть на то, чтобы придумывать какие-то более хулиганские способы атаки на что угодно, на людей, на государство, на общество. Это неважно. Вот тут свобода. Надо ясно понимать, что тут сейчас свобода. Тут сняты шлагбаумы. Свобода где, подождите? Свобода атаки на любые организации, людей, предметы, если они находятся в зоне, так сказать, незапрещенного для атаки. А именно, значит, сказать, а что незапрещено? Незапрещено тем, кто лицензирован. Если лицензировано. А это движение «Божья воля», оно лицензировано, что ли? Да, оно лицензировано. Оно лицензировано, значит, так же, как вот там байкеры «Заудостанов». Вот байкеры «Заудостанов» лицензированы, а другие байкеры нет. Поэтому «Заудостанов» требуют, что… Про байкеров мы с вами ещё, кстати, поговорим. А вот что касается НТО «Божьей воли» и вот этого погрома, скульптур, причём ещё раз хочу сказать, это в Манеже, это прямо у Кремля. Ну да, правильно, прямо у Кремля, где Немцова убили у Кремля. Это подчёркивает, что тот, кто это делает, имеет лицензию к сиву какую-то. То есть вы хотите сказать, они знают о том, что их не накажут? Неявно. Они рассчитывают на это. Вы знаете, ведь это тоже рискованное предприятие сегодня, так сказать, действовать в коридоре, так сказать, вот этой распадающейся власти, распадающегося государства, собственно говоря, точнее, тоже довольно рискованно. Надо это ясно понимать. Но здесь есть шанс выиграть. Если ты угадываешь, что понравится власти, можешь не угадать, можешь не угадать. А можешь угадать, если угадаешь, сразу бинго. А выигрыш-то что? А не угадал, значит, сказать, расширение у кого-то, значит, расширение простора. Нет, есть идейные тоже. Так сказать, эти самые опасные, да, потому что идейные просто хотят убивать. Они хотят убивать, но они не получили пока разрешение, вот, так сказать, вот этого два нуля вначале, значит, перед своим номером в списках милиции. У них нет ещё этого права. Поэтому... А другие, конечно, за какие-то материальные ценности борются. А кто-то борется за реализацию каких-то своих безумных проектов. Мы это видим каждый день. Подождите, вот я хочу понять. Вот ситуации с такими движениями, не очень понятными на самом деле. Что происходит? Подождите, вот смотрите, эти люди, они просто такие вот бросают камушки пробные и смотрят, где вот бинго, где не бинго. Или их прямо направляют. Вот что непонятно. Второй вариант, он такой, он как бы исходит из неправильного представления о поведении людей и устройстве в политике. Вот и Якунин тоже считает, что если что-то кому-то выгодно, значит, тот этим и руководит. Вот. Нет, это не так. Это проба, инициатива, эксперимент. Сказать, кто-то, конечно, экспериментирует под серьёзной крышей, а кто-то под слабый. НТУ, конечно, он, я уверен, кстати, что он, скорее всего, так сказать, где-то на грани, значит, так сказать, идейности и выгоды. Вообще, эта публика вот так действует на награни идейности и выгоды. Такие хитрые, сумасшедшие. Сумасшедшие, но в рот кладут и ушку, а не тапочек, да? А есть, значит, ну, есть просто как бы очень конкретные люди, которые имитируют сумасшествие. Но важно, что просто важен момент небытия государства, то есть каких-то известных всем норм, да, что не может такого произойти в Манеже, не может такого произойти в Москве. Вообще-то, говоря, не должно было произойти нигде. Мы уже смирились, что где-то это там на экранах, на окраинах это может происходить, но в центре всё-таки нехорошо. Ну, вот тем более нам с вами тут пишут, мы не знаем, как я понимаю, ни вы, ни я, что это, собственно, за выставка конкретно, не интересовались. А вот здесь нам пишут наши слушатели, что на выставке в Манеже выставлено главным образом произведение легендального скульптора Вадима Сидура, «Инвалиду войны», одного из самых видных наших скульпторов, а также Владимира Лемпорта, тоже фронтовика. То есть, в общем, это имена, и получается, что… Ну, это имена не для людей, которые бьют скульптуры, для них вообще это ничего не значит, для них это просто ничего не значит. То есть, выбрано исключительно место. Место и, значит, сказать, и название, важно лейбл, да, важно, что там за выставка, как она называется. Вот, а вряд ли речь идёт о ситуации с Хрущёвым, да, которому… Блин, ему не нравилось эстетически, Сидур ему не нравился эстетически, а здесь вряд ли НТО солидаризируется с Хрущёвым. Он… ему не нравятся, в принципе, другие, чужие, и ему нравится разрушать. Ну, вот наши слушатели, они всегда же видят, вы знаете, вы знаете, они видят там разные подоплёки. Вот, например, Виталий пишет вам, правительство громит продукты, а православные радикалы громят выставки. Вот, можно ли усматривать здесь какую-то связь? Нет, ну, здесь нет связи, потому что вряд ли можно представить себе, значит, Медведева, который после заседания правительства идёт громить выставку Сидура, значит, сказать, а НТО бы, скорее всего, не пришёл бы в голову, значит, сказать, даже НТО не пришёл бы в голову, значит, там охотиться на черногорскую козлятину, значит, сказать, и поэтому здесь разные виды безумия, но у них, конечно, есть общая формула. Повторяю, это общая формула небытия государства. Когда люди понимают, что государства-то нет, и это показывает центральная власть, то тогда они начинают придумывать в себе занятия, проекты. Они выдвигаются на этом и могут выиграть, могут не выиграть. Но вот этот ваш тезис про небытие государства я бы не хотела оставлять, так давайте мы к этому всё-таки вернёмся, вы поясните, что вы имеете в виду. Через несколько минут после перерыва Глеб Павловский, политолог, по-прежнему здесь, в студии «Особого мнения». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с политологом Глебом Павловским. Я напомню, что вы можете вопросы-то ваши присылать. В Твиттере есть аккаунт, вызван для этого, для ваших смс-ок. Плюс семь, девятьсот восемьдесят, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять. Я вам хочу сказать, что не верят наши слушатели, судя по их смс-кам, в то, что государство здесь как-то ни при чём, и что там, скажем, православные радикалы это делают сами. Вот я прочитаю. Сергей из Барнаула, но кто-то ведь дал этим православным опричникам отмашку на их действия. Не могли они творить это без разрешения. Дмитрий, может, это призыв к чему-то, Дмитрий из Санкт-Петербурга. Или вот здесь из Москвы, Галина, а вторжение в Амхат было, и ничего, это правда? Ну, простите, так всё во всех случаях у каждого хулигана, бандита, убийцы тоже обязательно есть куратор. Обязательно всегда есть куратор. Но это же не государство, понимаете? Государство не так устроено. Вот просто поясните, когда вы говорите «небытие государства», государства нет. Небытие государства – это значит небытие просто государственных институтов, даже авторитарных. Понимаете, вот может быть авторитарное государство, очень жёстко авторитарная диктатура, которая вот отстраняет, например, от выборов всех, кто ей не нравится, и проводит, значит, каких-то своих кандидатов. Тут же ничего этого нету, тут никто не знает нигде, кого проводят, кого не проводят. Одни и те же начальники говорят, значит, сказать, разные вещи, как бы, как говорится, уже нельзя даже сказать, что скосив глаза от огонья, потому что они просто говорят разные вещи по разным случаям. Государство – это система, которая, повторяю, любое, может быть, разный режим, может быть, очень тяжёлый, плохой режим, но она вот проводит свой список, допустим. У неё списка нет, у неё нет списка ни своих людей, ни своих ценностей, ни своих целей. Это перед вами просто, значит, некоторая такая вот действительно расслаивающаяся на гниющие волокна система. Поэтому здесь вполне может быть борьба кураторов. Кураторы-то ведь нуждаются. Главное – это и кураторы, понимаете, а не исполнители. Исполнитель, конечно, всегда рассчитывает перехитрить куратора или, значит, там что-то выцеганить дополнительное. Но кураторы – это более серьёзные люди, они борются за карьеру, за, значит, включение в какие-то будущие структуры. Я вообще вот вчера там в одном собрании, значит, обсуждали выборы, и я говорил, что, собственно говоря, выборы идут, только вы к ним не имеете отношения, они идут в другой системе, у других людей, и они там внутри себя проводят вот такие очень запутанные для самих же себя выборы. Они – это кто? И, значит, сказать, люди, которые включены в разные структуры власти, которые сегодня распались, и воюют друг с другом у нас на глазах. Это достаточно заметно, что никакой власти, в общем, единой нет. Подождите, раз уж мы заговорили о выборах, ну давайте всё-таки вот действительно партию РПР Парнас восстановили на выборах в Костроме, но только в Костроме. Ну, это же издевательство, да, это, так сказать, это, как говорится, здесь, что ли, такой, я бы сказал, жест, я даже уже не знаю, даже Володина ли, значит, в роли Сусанина, значит, сказать, такая костромская инициатива. Вот давайте мы вас отовсюду выгоним, а вот здесь костроме пустим, а вот здесь всюду, значит, сказать, суббота, а здесь четверг, это же не, это и не норма, и не нарушение нормы, понимаете, это её несуществование. Поэтому можно устраивать хэппенинг. Вот мой друг Марат Гельман устраивает примерно то же, что когда-то, когда был молодой, сейчас он уже серьёзный человек, когда-то он любил устраивать хэппенинги подобные к тому, что сейчас устраивает Володин или администрация президента. Вы к Кострому имеете в виду? Вот когда там избирком Костромской области голосовал за... Это много они хэппенингов устраивают. Да, да. Тогда же, когда голосовал против... Когда они отсылают, к ним приходят люди, которые показывают, извините, это вот, я подписываюсь. Не, ну пошёл вон, твоя подпись фальшивая, тебя вообще нет. Вот. Или там какая-нибудь, они устраивают другой хэппенинг, какая-нибудь там, значит, сказать, продажная депутатка, значит, одновременно подписывается за два булока, потом снимает один. Это всё, понимаете, вы думаете, это всё кто-то может держать в голове? Нет. Ну а как же? Нет. Нет. Ну подождите, вот смотрите, есть Новосибирск, Калужская область, Магаданская – нет. А Кострома – да. Ну кто-то же должен это был определить, правда же? По результату, значит, сперва, значит, сперва сообщаем, всё воспускаем, потом говорим, потом, значит, как бы губернатор говорит, что за фигня, мягко выражаясь. Значит, извините, у нас тут масса проблем, вы на нас возложили свои идиотские, значит, сказать, программы, значит, в соответствии с решениями президента, мы их должны выполнять, искать деньги, значит, сказать, доходы выпадают, а мы ещё должны вам и оппозицию терпеть, значит, в своих собраниях. Не пустим, не пустим, говорят они. И вы ничего не можете сделать, не пустим, мы вас любим. Ну куда, куда, у нас нет рук, значит, не пускают, один, другой, третий регион не пускают. Говорят, ладно, чёрт с вами, не пускают. Он говорит, не, ну что, всё-таки один должен быть где-то один. Давайте, где у нас один? Вы серьёзно, что ли? Да-да, серьёзно, абсолютно. Кострома. Вот, ну, там Андрей Пиловаров делает, сказать, то, что должен, в принципе, делать в любом регионе, значит, любой, на самом деле, серьёзно относящийся к документам человек, он обращается в милицию, к работникам, чтобы проверить, значит, сказать, по базам, пробить, значит, всё правильно или, может быть, ошибка. Нормально, так должен вести себя каждый. Значит, его, с одной стороны, Володин похвалил, сказал правильно, говорит, вот так должен настоящий начальник штаба воевать, значит, сказать, за свои списки. А его посадили одновременно, и я более чем уверен, что его там и поддержат. Почему поддержат? Потому что это как? Это что же, гражданин перешёл в черту фронта между обществом и нами? Они же воспринимают это как фронт, понимаете? Они воспринимают это как фронт. По этой черте ездит туда-сюда, значит, за удостанов, значит, выпуская пары, значит, бензиновые, и, значит, кричит, значит, вот здесь будет, вот-вот будет какая-то революция. А вот никого... Понимаете, они сходят с ума. Это, ну, сходят с ума весело, понимаете? Им весело. Вы должны это ясно понимать. Я не знаю, насколько весело оппозиции, которые всё это во-первых... Да нет, не оппозиции. Нет, я понимаю, но насколько весело тогда должно быть оппозиции, которые... Это первый вопрос. Во-вторых, у меня другой вопрос. Вот вы сейчас раскрыли механизм. И получается из этого механизма вашего раскрытого, что как бы и никакой оппозиции тоже нет, а она является просто таким винтиком в руках администрации президента, которые там всех выставляют и говорятся... Я только не говорил, почему? Нет, ну как? Ну, если кого-то там вот пускают, это же должны пустить тогда. Это бы... И что оппозиции делать в Костроме, например? Соглашаться на выборы? Ну, понимаете, как это... Идти теперь на выборы? А что, почему не идти на выборы? Ну, потому что сначала одни люди проголосовали против, а теперь они все проголосовали за, скосив глаза. Во-первых, уважать людей, которые принимают решение в такой ситуации. Значит, они приняли это решение, участвуют в выборах. Я скорее заинтересован, что выслушать их аргументы, да, потому что это решение опасное. Они вступили в опасную зону. В Тряепо там бегают, значит, бегают толпы идиотов сумасшедших, причём опасных сумасшедших, с бритвами, с байками. И, значит, сказать, почему, что, чего они хотят добиться? Они хотят получить информацию. Может быть, где-то есть кусочек государства, в котором можно проводить легальную деятельность гражданина, нормальную деятельность гражданина. Если окажется, что их нет такой, тогда возникнет другая ситуация, и выйдут другие люди. Но сейчас речь идёт о поиске сектора, где незаражённого ещё относительно, где можно ожидать, вот вы, когда входите в магазин, покупать что-то. Вы всё-таки не ожидаете, что у вас тут же при входе, значит, вас обольют помоями, значит, это самое... Ну, подождите, Глеб Олегович, как это может быть? Нигде нет государства, а в каком-то секторе или в каком-то регионе оно есть, что ли? А, значит, оно же разрушается, и поэтому есть сегменты, сегменты вот где есть элементы государства. И вы это знаете, да? Вы пойдёте там, допустим, в систему единого окна, где-то, значит, сказать, она работает, вот, вода течёт из крана, значит, значит, сказать, ещё что-то работает. Вот это есть, не надо отказываться. Гражданин обязан защищать государство, носителем которого он является. Глеб Павловский, политолог в студии «Особое мнение». Через несколько минут мы вернёмся сюда снова, чтобы отвечать и на ваши вопросы в том числе. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы по-прежнему здесь, в студии «Особое мнение». Здесь Глеб Павловский, политолог, и он отвечает на ваши вопросы через твиттер-аккаунт «Вызвон». Вы можете их присылать. И для ваших смс-вопросов плюс семь, девятьсот восемьдесят девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Вот, кстати, по поводу выборов, ну, здесь наши слушатели продолжают гадать, свои версии высказывать. Вот Анна пишет, «Парнасу кинули кострому, как кость собаки, чтобы не брехала». И ещё смс-ка «Новосибирск, Магадан, плохо управляемые из центра, не то что Кострома». Действительно, может быть, территориальный признак? Ну, не просто. Я думаю, что здесь признаки скорее принцип важности меньший какой-то, сравнительный. Это уже аппаратные критерии, понимаете. Новосибирск – это более серьёзно потом новосибирские. Волков, который просто очень активно и хорошо, красиво, технично действует, и ему не хотят, значит, дать коридор. Но это не значит, что, значит, кость кинули. Вообще-то говоря, в Костроме люди живут. Так нельзя говорить о наших городах и даже о деревеньках. Там люди живут, они имеют право на выборы. У них сейчас будет какой-то больший выбор. Это тоже не выборы в точном смысле слова. Но у них появляется какая-то альтернатива. Небольшая. Но надо понимать, что это в основном получение, на самом деле, информации о состоянии системы, в которой люди живут, то есть нет другого способа, кроме как участвовать в выборах. Вы просто тогда будете сидеть и говорить, ну, это всё подождём, подождём, когда что, когда что-то сменится. Да, это у нас есть такая партия большая. Ну, получается, что это граждане тестируют систему и государство, а, может быть, государство, в свою очередь, тоже таким образом тестирует, собственно, общество. Вот, Влад, пишет из Оренбургской области. Портнас пропустили, чтобы проверить второй эшелон обороны. Вот такой образ он выбрал. Понимаете, вот всё время неправильное использование слов заводит в тупик. Какое государство? Это не государство. Это какие-то отдельные власти, узурпирующие функции государства, но не выполняющие их регулярно. В конце концов, так сказать, вот там, скажем, какая-то диктатура. Вот, она узурпирует конституционные полномочия, но она выполняет их плохо или хорошо каким-то образом, да. А здесь просто отдельные, повторяю, фрагменты, отдельные, значит, организации, группировки, вот, сказать, что ещё хуже, которые, значит, захватили какие-то части каких-то ведомств, используют ресурсы власти, действуя якобы от имени государства, но государством они не являются. Поэтому не надо это так, я думаю, называть. И когда говорят, что где-то есть гениальный планировщик, ну, давайте вы выведите его, покажите его. Где этот генштаб? Где этот госплан? Кстати, о генштабе, о госплане и так далее. Я уж не знаю там, что у нас с госпланом, но есть общероссийский народный фронт. И вот он призывает генпрокуратуру заняться проверкой зарплаты пенсии мэров. Вот они считают, что с этим надо разбираться. Вот, кстати, общероссийский народный фронт. Вот сейчас там выведем за рамки зарплаты и пенсии мэров, об этом тоже можно поговорить. Но вот общероссийский народный фронт получается полезным? Полезным в чём? Ну вот, например, они увидели, что мэры, там бывшие губернаторы получают очень много. Надо проверить, они на это указывают. Польза есть, очевидно? Ну, почему бы не проверить? Пусть проверят губернаторов. Ну, начнут просто пусть с губернаторов, а не с мэров. Чего они всё время, как говорится, подгрызают по краям? Нет, пока мэры. Ну да, ну, мэры, здесь они действуют просто как представители губернаторов, да, значит, которые в конфликте с мэрами. Просто они действуют в данном случае просто как лоббисты, имитирующие активность, имитирующие политическое влияние. Сам по себе Народный фронт, он, это вообще, так сказать, структура ни во что не вписанная политически. Она, так сказать, она, собственно, служит для того, чтобы сделать неопределённо одна из первых систем, которые были созданы, чтобы размыть понимание политической системы. Потому что, что такое Народный фронт, вот есть там партия, поддерживающая власть, понятно, несколько партий, они могут создать коалицию. Нет, у нас есть Народный фронт, который ни за что не отвечает, он не партия, но может каким-то загадочным образом, значит, сказать, продвигать своих людей в списке других партий. Через что? Понятно, через что? Через телефон, вот, сказать. То есть, а человек, который это делает через телефон, вообще ничем не рискует, да, значит, это же, опять-таки, это сущность Объединённый Народный фронт, это просто движение кураторов, я бы сказал, такое всероссийское движение кураторов. Кураторов или лоббистов. Вот, сказать, ну, каждый куратор является лоббистом, обязательно. Но, смотрите, это же официальное сообщение, Общероссийский Народный фронт призывает Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура займётся проверкой зарплаты и пенсии мэров. А вы говорите, не вписано, как это не вписано? Во что она вписана? Ну, как, Общероссийский Народный фронт не вписан, как это? Во что она вписана? Ну, она вписана на систему своих куратов. Он сказал, и генпрокуратура займётся. Ну, что значит он сказал? Ему сказали сказать, а генпрокуратуре сказали услышать. Это понятно, но дело в том, что всё равно здесь нет никакого единого плана, потому что, ну, не нравится тебе мэр, ну, выгони его, значит, или пошли на него НТО. Значит, что это всё, значит, это просто поле, дикое поле, где идёт борьба кланов, ни у одного из которых нет никакой принципиальной позиции. Люди могут в этом поле тоже что-то сделать. Я знаю людей, которые ухитряются что-то делать, значит, там, какие-то развивать. Даже есть даже, как ни странно, как кажется невозможно, есть даже люди, которые действительно заняты импортозамещением. И что-то действительно экономически используют этот момент. Но используют его так же, как использовали, значит, там, не знаю, крестьяне во время гражданской войны. То есть, как бы пробираясь между белыми, красными и зелёными, значит, сказать. Послушайте, но может быть в нашей ситуации это даже лучше, когда государство вот так самоустраняется или саморазрушается, и при этом начинают, наконец, действовать какие-то самостоятельные структуры. Ну, вряд ли это можно приветствовать. Нет, я не могу приветствовать ситуацию, когда разрушается государство, а глава государства не обращает на это внимания и, значит, сказать, и в какой-то степени даже поощряет. Прямо или косвенно, или бездействием, значит, иногда словами, которые можно понять тремя или пятью разными способами. Это я не могу приветствовать, потому что мы, как бы, долго восстанавливали государство из распавшихся частей, а теперь он опять распадается на части. Ну, простите, 20 лет назад, 15 лет назад ещё была инерция, так сказать, какой-то общности прежней, было представление людей о том, что можно, чего нельзя, и потом они больше читали, были более образованы. А сегодня мы имеем дело с сильно барбаризированной массой населения, в которой просто не видят того, что означают такие действия, как действия НТО. Ну, что, в мире, естественно, фамилия Сидур известна более, чем фамилия Мединский. Вот никуда не денешься, да, значит, сказать. И это вот, вот такие вещи создают и имидж страны, и влияют на инвестиционные её, значит, сказать, индексы и так далее. То есть это разрушение, стратегическое разрушение позиции России на долг. В общем, это антигосударственная деятельность, на мой взгляд. И сейчас её занята значительная часть государственного аппарата. Не знаю, как насчёт фамилии Сидур, Мединский и так далее, но вот фамилию Александра Хирурга Залдостанова в России-то знают точно уж, наверное, теперь все, а за её пределами вот не уверена. Но, во всяком случае, я вот тоже хочу, чтобы вы мне, наконец, разъяснили, что же это такая замочная организация, которая фактически обращается к Генпрокуратуре России с требованием признать нежелательными организациями два иностранных мотоклуба – «Бандидус» и «Хелс Энджелс». И вот Залдостанов совершенно всерьёз предупреждает, что вот эти вот иностранцы могут быть использованы в качестве боевой силы при Цветной революции. Во-первых, они такие же иностранные, как сам Залдостанов. Речь же идёт о наших местных российских клубах. Названия, значит, все они, все названия используют вообще и весь сленг байкеров, значит, сказать, взятый из американского сленга, американских байкеров. Это обычное, так сказать, стремление банды к монополии. Каждая банда, которая по каким-то причинам, значит, сказать, оказывается близка к той или иной власти, она стремится приобрести монополию. Это и где угодно, и в концертной деятельности. Значит, мы знаем, значит, таких товарищей, и в кино. И, значит, какая разница, какая вообще разница между, так сказать, Мосфильмом и этой самой ночными волками? Ну, никакой просто, значит, сказать, они, в принципе, и там, и там, всюду, всюду есть патроны, значит, сказать, и эти патроны борются между собой за близость к телу. А тело... Ну, вы сравнили тоже Мосфильм и Ночные волки. Всё-таки есть некая структура, да? Что такое Ночные волки? Чисто формально, это просто байкерский клуб. И вот вы сегодня использовали слово лицензию. Получается, что у него есть такая условная лицензия? Считается. Тут это очень интересный момент. Считается, потому что её никто не решается проверить. Потому что никто просто... Ведь все вот тот же ОНФ, они же трусы. Они боятся просто позвонить и, там, не знаю, в приёмную и будем что-то спросить. А чего эти вообще... Ребята, кто они вообще такие? Что они здесь делают вообще? А можно мы их пошлём нафиг сказать? Нет, они же не решаются так сказать. Понимаете? А на самом деле это всё пузыри. Это всё разного рода пузыри. Маленькие, значит, как НТО, или большие. То есть, простой вопрос, вы кто? Может, этот пузырь, собственно, как-то разрушить? И люди, вот, и граждане, как бы, подходят к моменту, когда они начнут спрашивать, простите, а вы кто? А вы вообще существуете на самом деле? Вот, да? У вас какой-то... Вы, значит, на основании чего действуете? А, того, значит, звонка Владимира Владимировича в прошлом году, значит, сказать. Простите, пошли вон. Значит, вот этот момент неизбежно наступает. Неизбежно наступает, потому что люди не хотят жить... Нет, он наступает просто всегда. Он всегда наступает в сознании людей. Он наступает, то есть, политологи будут говорить, учёные вам скажут о потере легитимности. Конечно, власть от имени которой... Представляете, государство, от имени которого действует какой-то байкер. Понимаете, кто он вообще такой? Это значит, что государства нет, оно теряет легитимность. Он обнуляет легитимность государства, когда выступает в качестве патриота. Значит, конечно же, любой человек, живущий в спальном районе Москвы, больше патриот, чем, значит, эти байкеры. Или, по крайней мере, не меньше. Вот. Но вот эти вещи расшатывают систему. И они, так сказать, без всякой революции, в общем-то, говоря, ведут к тому, что просто предстают принимать всерьёз. И не за Удостанова, понимаете, не будут принимать всерьёз. Они будут принимать всерьёз его куратора. Вот в чём дело. И куратора номер один тоже. Из вашего особого мнения сегодня я поняла, что государства у нас нет, а есть у нас ночные волки и Божья воля на данный момент. И люди, которые просто живут, зарабатывают на жизнь, растят детей и так далее, согласившись с тем, что на какое-то время, значит, сказать, они вот ничем, никем не прикрыты. Ну, вот, всё. Политолог Глеб Павловский был сегодня в студии «Особого мнения». Я Марина Королёва. Спасибо, счастливо.